Приветствую вас. На мой взгляд, совершенно очевидно, что проблема лежит в области вашего стремления, желания чувствовать себя любимой, чувствовать себя важной, может быть, чувствовать себя нашимой. То есть тут не совсем, конечно, понятно, но по большому счету все упирается именно в то, что вы не хотите верить в то, что мужчина вас не любит. То есть вот это вот то, что вас сильнее всего беспокоит. То есть если вы человека любите, если вы к человеку относитесь хорошо, то он, в принципе, все равно, любит он вас или нет. Вы можете просто для него хотеть сделать его счастливым, например, и все. И вам, в общем, не важно, любит он вас в ответ или нет. Здесь, в данном случае, история такая, что вам важно, чтобы вас любили. Вам важно, чтобы человек вас любил. Вам важно это. Вы хотите это. Вам не хочется верить в то, что он вас не любит. Это вот, наверное, первая ваша проблема. Именно ваша, чисто ваша проблема. То есть нежелание или недопущение того, что человек может вас не любить, оно, как бы, сами отношения делают чересчур сверх мотивированными. Можно так выразиться. Что по итогу рождает такой вот негатив. Отношения не могут быть сверх мотивированными. Ну, если это здоровые отношения, конечно. Ну, вот. Дальше. Вы пишите, вы пишите, что я люблю его очень. Хорошо. Если вы его очень любите, в чем это проявляется? Давайте подумаем, в чем проявляется то, что вы его очень любите. Как это проявляется? В том, что вы его очень любите. Дальше. То есть очень важно, чтобы вы эти моменты для себя сформулировали. Чтобы вы увидели, как проявляется ваша любовь. Очень важно, чтобы любовь проявлялась именно в контексте, ну, в контексте самого человека. А не в контексте кого-то другого. То есть, например, не в контексте вас. Что очень важно. Дальше. Так, мне очень не хочется без чутивы верить в то, что он меня просто не любит. Что это будет означать? Что он вас не любит. Вот. Что это будет именно значить для вас. Дальше. Помогите совету. Как мне правильно поступить? Как правильно поступить? А Анастасия, чтобы что? Какая цель? Вот вы говорите, да? Правильно поступить. Мы можем помочь поступить правильно. Проблем с этим нет. Вопрос в другом. Нужна цель. Вы понимаете? Нужна цель, которую бы вы выбрали. То есть, если вы хотите построить отношения с человеком. Например. Это одно. Если вы хотите с ним отношения построить. Допустим. Если вы хотите сделать свою жизнь более стабильной. Более такой. Определенной. Это другое. Немножко. То есть, в данном случае, это другое направление. Будет. Деятельность. Вашей. Ну, то есть. То, что вот. Именно вам. Нужно будет делать. Дальше. Конечно, если он не будет делать попыток вернуться. Я его не буду беспокоить. А если вдруг снова начнет пытаться восстановить отношения. Стоит ли это делать и снова ему верить? Так. Ну, а на следующий. Здесь не очень понятно. Вы пишите. Если он не будет делать попыток вернуться. Я не буду его беспокоить. Беспокоить. Хорошо. Вы не будете его беспокоить. Это понятно. Допустим. В принципе, базицы верные. К сожалению, вы при этом ничего хотите. В tire не удовлетворены. Вы говорите. Если вдруг снова начнет пытаться установить отношения. А если вдруг снова пытается, э-э-э-э-э, а если вдруг снова начнет пытаться установить отношения. Что это? Вопрос. Или утверждение. Знаете, какая история? Я сейчас не касаюсь ваших, таких, глубинных аспектов, да, ну именно, глубинных, глубинного чего-то не касаюсь. Я просто хотел бы сказать, что мужчина не чувствует ответственности, когда взаимодействует с вами, понимаете, то есть он захотел вас вернуть, вы ему тут же эту возможность даете, вы ему тут же позволяете это делать, да, вы тут же идете с нему навстречу, вы тут же, значит, отвечаете ему, вот. Если вы хотите, чтобы мужчина ценил вас, если вы хотите, чтобы мужчина уважал вас, да, вот, то я бы сказал, что нужно выставить границы, выставить барьеры. Нужно показать человеку, что нет, вы не собачка, которую можно позвать, да, и которая очень быстро побежит к хозяину, вот. Что вы не такая, что вы так выступать не будете, вы так вести себя не будете. Если что-то мужчина захочет вас вернуть, да, если он захочет вас вернуть, он должен добиваться вас, должен уценить вас, уважать вас. Верно? Вот. То есть, тут вот история именно такая. Вы пишите, стоит ли ему делать и снова ему верить, нет, не стоит. Потому что три раза человек вёл себя таким образом. Потому что у него на это, скорее всего, есть свои причины. И если у человека есть на это причины, то вряд ли эти причины уйдут. Но если вы не будете ничего менять в своём поведении, то у человека не будет возможности измениться. У человека не будет возможности поменять, поменять своё поведение. В том числе, в том числе, поменять своё поведение по отношению к вам. Понимаете? Вот это то, что вам необходимо для себя понять. Да? То есть, если вы хотите для себя чего-то, если вы хотите для себя каких-то вещей, если вы хотите, чтобы человек вас, ну грубо говоря, уважал, да, грубо говоря, вас ценил и так далее. Если вы этого хотите, то нужно давать, значит, ну не давать ему возможности, да, почувствовать ваши, ему почувствовать ваши стены. Понимаете? Вот. Почувствовать ваши границы. Почувствовать, что вы не собираетесь, ну просто вот, бежать к нему. Что-то ему вас понадобится. Вот. То есть, тут нужно работать по созданию вашей ценности в его глазах. Понятно, да? Вот. Дальше. Смотрите, вы пишите. Он будет разрывать отношения и делать мне больно. Разрывать отношения Анастасия он, конечно, будет. Потому что человек совершенно, очевидно, боится. Боится близости, как вам сказал мой коллега Кудрышев Игорь Леонидович. Вот что он. Человек боится близости и, конечно, он будет разрывать отношения. Это безусловно. Это факт. Вот. Но то, что вам больно от этого. А, это, извините, ваша ответственность. То есть, больно вам. Смотрите, вам больно. Вы чувствуете боль. То есть, не кто-то другой, да, чувствуете боль. А вы? Вы чувствуете больно. Вам больно. И нужно понять, почему вам больно. Нужно понять, что болезненного в этом, в том, что он вот так себя ведет. Именно для вас, что болезненного. Ведь вы, я уверен, можете для себя это выяснить. Я уверен, вы можете для себя это понять. Я уверен, вы можете подкорректировать свое поведение так, чтобы боли у вас такой не было. То есть, возьмите, пожалуйста, ответственность на себя за ту боль, которую вы испытываете. Вот. То есть, если мне больно, значит, это со мной что-то. Если мне больно, значит, это я что-то испытываю. Если мне больно, значит, это у меня есть какая-то, там, грубо говоря, трудность, какие-то сложности и так далее. Вот. То есть, понимаете, это нужно определить вам для себя. Дальше. Дальше. Дальше я хотел бы разобрать ваш текст несколько более подробно, потому что в начале у вас достаточно интересные вещи написаны. Вы пишите, у меня были отношения с мужчиной в течение двух лет. Мужчина иностранец очень добрый и щедрый человек. Мы были достаточно взрослые люди с ним нам за 40 лет. То есть, смотрите. То, что мужчина иностранец очень добрый и щедрый человек, здесь я, пожалуй, за чего комментировать не буду, потому что оно... Вы его знаете лучше своего мужчину, поэтому я думаю, что вряд ли здесь можно и нужно давать вот такого рода комментарии какие-то. Вот, но что интересно, это то, что вы видите ВООО в том, что вам за сорок. Вот. Это, мне кажется, очень интересно, потому что, получается, что, получается, получается так, Иван 40 лет, вот, а вы до сих пор одна, у вас нет семьи, у вас нет отношений, вот, у вас нет мужчин, у вас нет детей, возможно. Возможно, знаете, вот, и этот вопрос, на самом деле, классный уже, почему так произошло. Да, то есть, какой, какой у вас опыт, опыт взаимодействия с мужчинами, если он у вас, этот опыт взаимодействия с мужчинами, почему вы не смогли построить отношения с мужчинами за свои 40 лет. То есть, это какая-то проблема, да, или, там, у вас был какой-то неудачный опыт, или, было, может быть, что-то еще, ну, негативное, что-то еще было такое, ну, достаточно отрицательное. Вот. То есть, тут очень важно понять, в чем причина того, что вы не в семье, да, и у вас, соответственно, нет мужчин. То есть, у вас мужчина только этот. Если у вас отношения с кем-то были, но они у вас, соответственно, разрушились, да, то очень важно понять, из-за чего они разрушились. То есть, здесь, вот в этом, ну, скажем, в этом разрушении, да, есть ответ на ваши вопросы. Есть ответ на вопрос, почему у вас сейчас не получается восправить отношения. Ладно. Вот. То есть, тут нужно анализировать, да, не торопиться, вот, спокойно все проанализировать. Например, как вы воспринимаете мужчин, в качестве кого вы, кого вы воспринимаете мужчин. Что они для вас называют мужчины, я имею в виду. Вот. Что у вас, например, общего с этим вот человеком, с которым вы встречаетесь, да. То есть, заметьте, заметьте, что я спрашиваю. Я спрашиваю, что у вас общего с ним. Именно общего. Знаете, какое слово. Вот. То есть, что вас объединяет. Вопрос. У меня такой. Именно объединяет. Кто-то меня интересует. Вот вы говорите, что вы познакомились, да, а по какому поводу. Что между вами общего. Что вас связывает. Способны ли вы его воспринимать, как личность. Видели ли вы, видели ли вы в нем, изначально, это, ну, то есть, личность. Или сразу увидели мужчину. А если так, то почему, чем это обусловлено. Так, наш роман начался внезапно, очень бурно, можно сказать любовь с первого взгляда. Вы знаете, мне бы очень не хотелось, чтобы вы сошли за какой-то, возможно, стереотип, что-то я скажу сейчас. Вот. Ну, стереотип или ярлык, вот что-то, что-то такое, да, мне бы очень не хотелось этого. Но, постарайтесь понять, что любовь с первого взгляда за 40 лет, да, это, ну, любо говоря, риск. Риск это всегда очень большой. И риск в данном случае абсолютно не оправданный. Почему не оправданный? Потому что любовь с первого взгляда это, соответственно, ну, страсть, это сильное чувство. Это чувство, которое подталкивает людей, любого человека, любого, на определенные действия. На действия редко обдуманные, на действия редко осознанные, на действия редко четко понимаемые самим человеком. Понимаете? И когда человеку 20, да, человеку 20, 18, он гибкий, он гибкий, он легко справляется с болью, ну, легче, легче справляется с болью. Когда человек, как вам, вот, как вам, да, вот, этот человек уже достаточно зрелый, достаточно взрослый, ему тяжелее. Понимаете? И поэтому любовь с первого взгляда в вашем случае очень похожа на взрыв, на взрыв потребностей, на взрыв эмоций, на взрыв чувств. Понимаете? На прорыв чувств. То есть, вот вы свои чувства подавляли, 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 и вот он, и вот они у нас суммировали эту свободу. Понимаете? Вы потеряли голову. И вы пишите, и вы пишите, да, все, что я потеряла голову, что я ездила к нему там, значит, ну, вы пишите, что ездили постоянно к нему, да, там очень часто и так далее. Вот. Вот. То есть, вы забыли о себе, вы стали растворяться у человека. Никому не нравится, не нравится, когда люди растворяются в, ну, в других, в других. Вот. Это важно понимать. Это очень важно, что понимать. Поэтому извините, все раздаем природу вашей любви. Так продолжалось 4 месяца, он говорил о свадьбе, я верю, я верю. То есть, то есть, то есть. То есть. успел поднять тему о свадьбе. И вам эта история понравилась. То есть, вы верили ему. Вы верили в то, что он действительно вас, ну, женщина, женщина, женщина. Зачем вам это? Зачем? Почему вы так сильно хотите выйти замуж, что вы вот проверили ему задать, что он говорит, вот, в течение 4-х месяцев? Ну, если я правильно понял. Почему для вас так важно выйти замуж? Вот. Это тоже очень важно. Очень важно понять, почему вы хотите выйти замуж. Что кроется за этим чувством? У вас. Понимаете? Понимаете? Какие, может быть, желания открываются, понимаете? У вас. Вот. Потому что вы верили ему. Вера возникла из-за того, что вы хотели этого. Вам это было нужно. Для чего? Зачем? Да? Да? Вот. Я сейчас не касаюсь таких более глубинных историй. То есть, вы обращаете внимание в мужчине на, например, то, что он добрый, на то, что он щедрый. Вот. Это тоже является, как бы, объектом, объектом для исследования. Почему вас волнуют именно и вот эти вещи, что он добрый и щедрый. А с кем? А с кем вас ассоциируется такой человек? Например. Ну, например. Например. Так. Ну. То есть, тут опять же, тут опять же нужно смотреть. Нужно смотреть. Как и что. Что и что. Так. После четырёх месяцев он меня бросил, объяснив, что он устал и расстояние мешает развивать отношения к тому, что он не изменил. Смотрите. Четыре месяца вы провели с мужчиной. Значит. На расстоянии. Видимо, за четыре месяца вы настолько к нему привязались, вероятно. За четыре месяца вы настолько к нему привязались, что без него вы уже не можете жить. Раз для вас это был удар. Потому что четыре месяца взаимодействия, да. Как бы и последующая измена, но это, по сути, стопроцентный вариант того, что человек вас не особо ценит. Не особо увольнять, не особо готов с вами. На отношения. То есть, как бы, измена, да, это показатель. Но вы, вы, в данном случае, на измену как будто бы вообще не обращаете даже никакого внимания. То есть, вы как будто, вот, измены как будто нет. Вы ее простили. Кстати говоря, почему? Так, для меня это был удар. В чем? Я просил о возвращении. Зачем? Что, как бы, вы планировали или планируете делать с тем, что вам изменило? Я не беспокоил, но старался восстановиться. Опять же, Анастасия, от чего восстанавливаться? Четыре месяца на расстоянии срок не такой большой. Вы жили до него как-то в своей жизни. От чего и в чем вы восстанавливались? В чем вам нужно было восстанавливаться? Вот. Понимаете ли вы, вот, просто понимаете ли вы, что, эээ, сам факт, сам факт восстановления, да, сам факт того, что вам, вам нужно восстанавливаться. Именно сам факт этого, вот, уже говорит о том, что ваши отношения перешли, ну, вот, ну, в не совсем здоровую плоскость. Понимаете? Ваши отношения, раз вам нужно восстанавливаться после такого, в целом, небольшого промежутка времени, да, с учетом того, что вместе вы, вроде как, я понял, не жили. Вместе с мужчиной. Вот. То есть, здесь проблематика в том, что это для вас болезненно. Болезненность, это означает, эээ, способ удовлетворения своих желаний и устойчивость, устойчивость восприятия себя. Самой. Понимаете? То есть, от того, как вы удовлетворяете свои желания, это первое. От того, как вы воспринимаете себя, то есть, я имею в виду от того, как вы, ну, думаете о себе, да, от того, как вы к себе относитесь, от того, как вы могли себя видеть, от того, насколько это не зависит, скажем так, от позиции и мнения других людей, да, вот, зависит вся эта история. И в данном случае, вот, именно в данном случае, можно говорить о том, что есть, ну, есть большая зависимость, скажем так, большая зависимость, чем нужно, к сожалению. Дальше. Так, через месяц он снова написал, просил прощения, стяжись без меня не может. Я, конечно, просил и сталкиваемся, забыв о работе и об этом на свете. С чем это связано? С чем связано то, что вы его просили? С чем связано, что вы забыли об этом на свете, в том числе о работе? Понимаете, что для вас, получается, это все не важно. Получается. Я сильно его любил. Но, опять же, как проявляется любовь. Через два месяца он снова написал, под предлогом того, что у меня... А, нет, я пропустил. А, так продолжалось с 8 месяцев, мы строили планы на совместную жизнь, но за этот период у меня развивается любовная аддикция, я стал ревновать его, мы часто уссорились, и в итоге он снова разорвал отношения. С чем связана ваша ревность? Все тем же, отсутствие собственной значимости вашей, то есть, вы себя не чувствуете, значит, сами по себе, да? Вот именно сами по себе значимые вы себя не чувствуете, вам нужен кто-то для этого, в данном случае этот кто-то, мужчина. Вот. Очевидно, да, что в данном случае этот кто-то, это мужчина. Вот. Он дает вам возможность почувствовать себя значимый. Вот. И поэтому вы ревнуете, вы хотите быть для него единственной. А единственной быть не получается, единственной быть вы не можете. И, соответственно, по данной причине, по этой причине, по этой причине, у вас и возникает ревность. Потому что единственность, свою единственность обеспечить вы ему не можете, это не в силах. Вот. Это невозможно. А больше опереть вам не на что. Ну, восприятие себя. Так. И в этот раз я более спокойно воспринял разрыв, стал работать с психологом. А где вот тот психолог, с которым вы стали работать, почему вы обратились к нам? Искала новую работу, но морально было очень тяжело. В чем? Я сильно его любил. Ну, опять же, да. Как проявлялась любовь? Через два месяца он снова написал по предложению того, что у меня остались у него мои вещи и драгоценности. Я снова стал описывать, просить его вернуться, просить меня зарядом, снова был моим маленьким. То есть, опять вы стали унижать. То есть, опять вы свою цены, значит, стали снижать. Это мужчина видит, что вы, как бы, ну, готовы к отношениям, вообще, в любом виде, в любом формате. Мужина видит, что вы готовы. Как бы, ну, готовы к отношениям, вот. И, может быть, он и хотел бы чего-то с вами, может быть, он хотел бы чего-то с вами, да? Вот. Ну, потому что вы же его привлекаете, вот. Ну, так, своим поведением, да, своим обесцениванием себя, вы показываете ему, что вы готовы, но вы, собственно говоря, вы-то готовы, вы-то готовы. Только вы растворяете с ним. Знаете, опять же. Это не чудо, он не чувствует, что завоевывает вас, не чувствует, что вы цените себя, значит, он не ценит вас. Да, мы договорились, что приедем за вещами, поговорим, когда мы встретились, все было прекрасно, мы решили развивать наши отношения. Опять же, совершенно непонятно, что именно было прекрасно, о чем вы поговорили, какие решения вы приняли, были ли приняты вообще какие-то решения. Судя по тому, что вы описали, никаких решений принято не было. Потому что вы не сказали, почему ему, о том, что вам нужна некоторая стабильность, он не выразил вам свои какие-то потребности, не было принято никаких, еще раз повторю, решений. Так что, и что именно было прекрасно, для меня не совсем понятно. Стали планировать через год пожениться. Вот опять, у вас как бы здесь женитьба. Отдельная тема. Я понимаю, что вам за сорок, я понимаю, что вас это уже волнует, но это не отменяет целесообразности женитьбы и того, что необходимо четко понимать ее значение. Да, для вас. Он просил, чтобы я оставил работу и часто к нему ездил. Ну, то есть, опять же, да, вот опять же, опять же, да, человек как бы нарушает ваши личные границы, вы опять жертвуете всем ради него. Мало ли он попросил. Мало ли он попросил. То есть, как бы, здесь, вот опять же, важно, да, почему с одной стороны вы не говорите им, нет, когда это нужно, и жертвуете с собой, а с другой стороны чего вы хотите. То есть, возможно, вы вообще не говорите нет. Возможно, вам тяжело говорить нет. Возможно, вы чувствуете свою вину каждый раз, когда говорите нет. Здесь вот нужно тоже исследовать этот аспект. Я так и сделал, приезжал к нему очень часто, помогал ему убирать, готовить. А как он жил до этого, давался. Ну, через четыре месяца поджидывал снова охлаждение. Он был внимателен, но раздражался. Был очень требователь, он упрекал меня плохом знания английского языка. Ну, то есть, понятно, да, и начал искать поводы для того, чтобы с вами расстаться. Опять же, потому что он нас не ценил. Я прекрасно общался с его родителями и детьми, но он отстранился отменял. Я пытался поговорить, но он говорит, что все нормально. Опять же, пытались поговорить, вы ничего не делали, да. Вы продолжали исполнять любые ему просьбы, продолжали ему угождать, продолжали ему угождать, но при этом ничего не делали. То есть, понимаете, вот опять же, вопрос, просто вопрос. Я даже рекомендовать здесь вам ничего не буду, просто спрашиваю, как вы воспринимаете мужчин, как вы считаете, с ними нужно взаимодействовать. Вот. Когда я уехал после родительства домой, сначала планировал начать совместную поездку, потом написал, что не хочет больше со мной отношений, аргументировать, что мы с ними мало разговариваем, нет, дух нет, душевной близости. Человек боится ее. Это очевидно. Такие отношения были поверхности, он по мне не скучает, не хочет быть вместе. Я его не упрекал, он просто хотел поговорить. Опять же, о чем и зачем? Вот смысл разговоров. То есть, не то, чтобы я считаю, что в разговорах в данном случае вообще нет смысла. Нет, но просто зачем? Вот, серьезно, зачем? Что вы надеетесь решить? Разговор, понимаете? Ну, как бы, конкретно, конкретно, конкретно. Что вы надеетесь решить разговоры? Кстати, разговоры, любые, любые разговоры, они в общем и целом имеют значение только тогда, только, только тогда, только тогда. Когда на их основе, как я уже сказал, принимаются какие-то решения. Когда вырабатывают какие-то решения, этим решением люди следуют. На всех остальных случаях разговоры не имеют никакого значения вообще. Понимаете? Поэтому вам нужно, сперва, сформулировать свою позицию, то есть, чего и как я хочу, например, что и как мне нужно, например. Вот. И уже потом, после этого, возможно, разговаривать. А тогда вам нечего, нечего, мне кажется, ему предложить. Так, значит, я его не, так, ээээ, надеет он сказал, что это бесполезно, на что я согласился с его решением и поблагодарил его за все. Вот эти четыре месяца уже разглук. Я писал его только по поводу моих вещей. Он сейчас вещи прислал, остальные только обещают, прислать и не высылает. Ну, потому что понимает, что, эээ, терять, терять вас не хочет человек. То есть, он знает, что, если он вам напишет, да, то вы его примете опять. И, соответственно, поэтому не высылает. Вставляет мосты, грубо говоря. Вот. А в последнем сообщении, когда я отвечал, делал много грамматических ошибок. Я подумал, что он нервничает немного. Или это небрежность по отношению к вам. Понимаете? То есть, неважно. Вот неважно, как он и что он делает. Важно, что вы делаете и что вы хотите. Вот. Возможно, я себе придумал это, чтобы хоть как-то оправдать свою ненужность для него. А зачем оправдывать ненужность отношения? Вы ему не нужны. Он вами пользуется, это очевидно. Зачем ему и обратно? Вы не нужны ему, да? Что это значит для вас? Какие чувства это вызывает у вас? Когда вы это... Вы стали испытывать это чувство? Не в детстве ли? Не односали? Эээ... Так, я люблю его очень, но не могу понять, почему он постоянно отвергает меня. Нет, ну вы знаете, это вещи никак не взаимосвязаны друг с другом на самом деле. То есть, вы его любите, а понимать его вы не обязаны и не должны и не можете. Самое, что интересно. То есть, любовь к человеку это одно, а понимание его это совсем другое. И причины того, что он отвергает вас, они могут быть не ясны даже ему самому. Я думаю, то, что вы описываете, это нормально. Другое дело, что вас эта ситуация не устраивает, потому что для вас любовь это означает потребность в человеке, а не желание делать для человека то, что вы можете и то, что не отнимает у вас много сил и энергии. Вот. Дальше. Мне очень не хоть так, но об этом я уже говорил. Об этом я уже вам отвечал. То есть, вот в конце, да, я люблю его очень, но не могу понять, почему он постоянно меня отвергает. Это абсолютно лишён смысла даже. Смысла, правда. Любовь это одно, понимание человека другое. Вам не обязательно понимать человека, чтобы его любить. Понимать нужно, чтобы попрощаться, чтобы принимать, но не любить. Это. Давай. То есть, любовь, конечно, связана с принятием, да, но любовь это принятие, но не понимание. Понимать, чтобы принимать, не обязательно. Можно, 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 чтобы принимать, можно понимать, но не обязательно. Принятие обходится без понимания. Поэтому здесь построение вашей логической цепочки вызывает у меня вопросов, да, вопросы именно какие, я люблю его очень, но не могу понять, почему он меня отвергает, а зачем вам понимать, почему он вас отвергает, для чего вам это, это его выбор, это его выбор, вот такой человек, по ряду причин он вас отвергает. А если он не знает, не знает сам причину, что вы будете делать с этим? Знаете, какая история? То есть тут вот опять же, да, ориентированность на ваши чувства нужна, а не на него, не на его чувства, на ваши. Без этого вам будет очень-очень тяжело, вот. Такая вот история, надеюсь, что мой ответ вам помог, надеюсь, что он был полезен для вас. Если у вас остались вопросы дополнительные, пишите в личку, буду рад помочь, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим, я желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо. 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 Спасибо.